Добрый день, дорогой. Скажите, вы Юрий или Игорь, как вас зовут? Меня Юрочка зовут, Юра, Юра, да. Да, вот смотрите, как бы там я хорошо нашла. Огое горе, пожалуйста, если сможете, подскажите мне. Короче, пиздец такой вроде настраивался, взял кредит, а платить сейчас нечем, торговли ноль, и как-нибудь, пожалуйста, подскажите. Да, Юрий, я вижу вас, вы все-таки такой оптимистичный, имеете настрой, но в любом случае я вижу серьезную, очень сильную проблему у вас. Очень большая проблема. Ну, что я вам хочу сказать. Вот есть люди, вот, допустим, счастливчики, вот им везет везде во всем. Ну, а есть люди попадают вот просто, как вот получается, вы пропали. Но у вас очень хорошо развита интуиция. Вам снятся часто вещи и сны, и вам снился сон, что не надо было брать этот кредит. Правильно я говорю? Мне жена говорила, не бери, а я же думал, знаете, как лучше. Ну, вы же ей рассказали сон, собственно, что вы идете по лестнице и скатились вниз. Был такой сон у вас? Да, да, да. Был такой сон. Так вот, что я хочу вам сказать. Был человек, имя которого то ли Алексей, вот такое, скорее всего, Алексей, который вас, ну, как бы натянул, чтобы вы взяли этот кредит немедленно. И вот на это Алексей вы обижаетесь. Не надо на него обижаться. Получается, что когда человек к чему-то, к чему-то не прислушивается, к своей интуиции, то найдется тот, который вас затянет в какую-то вот такую энергетическую яму. Поэтому, вот когда бросите вы эту обиду, на него обижаться, сразу у вас пойдут дела. Я вижу, что вы хотели даже сменить работу, вот, но сразу кредит так, потому что у вас уже задолженность около трех месяцев, и уже на вас наседает банк, я вижу. Да, да, я знаю. И вы, вам уже праздник не праздник, поэтому я сейчас очищу вас от этой обиды, на этого, Алексей его зовут, да? Алексей, это Леша, Леша. Да, Леша, вы не хотели брать, но он говорит, ну так и возьми, возьми, просто, ну, на наставил. И вы взяли под его, вот такой нагрузкой взяли. И вы теперь на него обижаетесь. Когда человек на кого-то обижается, получается, что он делает зло себе. Он закрывает свою чакру сердца. А когда чакра сердца закрыта, не проходит энергии, нету циркуляции. И получается, что ваша сахасрара, она не в том направлении работает. Вы встречаетесь не с теми людьми. И затягивает вас в эту яму, которую вы видели в вашем сне. Поэтому я сейчас вам подниму энергию кундалини красного цвета, чтобы активизировать вашу энергетику. И вы увидите, казалось бы, чтобы решить проблему, ага, принесли, дали мешок денег и решили проблему. Но эти деньги придут к вам, потому что вы станете счастливчиком. Вы попадете в нужное место в нужное время. И мы сейчас избавляемся от обиды. Мы простим обиду. Мы простим обиду. Нужно все-таки найти в себе силы понять, что вы сами совершили эту ошибку, взявши этот кредит. Но, но, вы знаете, все пойдет у вас хорошо. Вот увидите. Еще я вам скажу. Все благодарю вам. Вам будет звонок из-за границы. Кто-то у вас есть из-за границы, двоюродный брат. И он вам поможет. Он в первое время вам поможет. Возможно, его зовут Иван. Вот такое имя эксклюзивное. Не вымываешь. Да, в Германии. Не вымываешь, язык сломаешь. Вот имя Иван его зовут. Вот так. Всего вам, Юрий, доброго. Я вижу, вам стало немножко веселей. И душа ваша открылась. Все у вас наладится. Все будет хорошо. Будьте здоровы и счастливы. И богаты.